всем огромный привет добро пожаловать на мой канал как проходят ваши ваш карантин каникулы скажем так я это лучше назову каникулы чем карантин мне как-то так больше нравится на самом деле у меня как-то вот честно признаюсь мне никогда даже скучать я хотела посмотреть каким сериальчики может какие-то фильмы и что-то у меня как-то и если честно не хватает на это времени у меня покраснел глаз это я одела линзы то что сейчас хочу пойти на улицу вообще обычно дома в линзах не хожу что-то решила ходить и у меня попала ту же в глаз в общем пока вытаскивала линзу тут проявилась можно сказать в общем да покрасил глаз нам чуть пройдет в общем ничего не не успеваю девочки перестирала уже убрала всю зимнюю одежду все зимнюю обувь хотела немножко разобрать свой гардероб здесь потому что ну хочу посмотреть летние вещи какие у меня есть что я бы хотела докупить детская там в общем мужу там посмотреть что нужно в общем то сюда и что-то на этом даже времени не хватает потому что знаете утром стало завтрак приготовила завтрак со стола убрала там посуду убрала готовишь обед приготовила обед всех накормила со стола убрала надо готовить ужин и так целыми днями практически ну просто стирка глажка все как обычно вот так что я чуть ничего не успеваю если честно не знаю почему так происходит но вот как то так успеть бы все до окончания карантина сделать все что я задумала ну ладно сегодня сейчас мы пойдем мы же позавтракали с мальчиками сейчас мы пойдем во двор мы когда во дворе тусуемся когда идем ходим прогуляемся на финский залив по-разному сейчас у нас погода очень нас балует в питере вообще прямо обалденно такое ощущение реально как будто май месяц на самом деле марта очень тепло солнышко светит просто потрясающе на улице поэтому мы стараемся днем тусоваться на улице по возможности а вечером у нас учительность создает сейчас хотя сейчас еще каникулы много уроков мы сидим делаем уроки поэтому вообще в общем нам некогда нам короче девочки вот так что сейчас пойдем с мальчишками во двор немножечко там надо поработать вот ну и мальчишки наверно поиграют во что нибудь мальчишки Продолжение следует... 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 долго стоят до в отличие от срезанных цветочков вообще люблю цветы в горшках очень вот и то есть можно посадить и причем я посадила просто вытащила из того горшочка в котором он был посадила сюда и здесь у меня грунт для рассады который вот такой и и все и они ожили так что может быть у меня доживут даже до лета и я их потом не знаю может быть потом перевалю просто в какой-нибудь большой кашпо и поставлю на улицу и будет у меня такие красивые цветочки или посажу в какой-нибудь клумбочку так что вот такая вот у меня красота цветы цветы и сплошные ведь у меня подружка моя скучает дети бардак опять навели щас будут убирать потом спать пойдут подруга моя она все время здесь вот так вот лежит я на кухне там готовлю она лежит вот так да ну вдруг что перепадет вкусненького да вон очках еще муж мне помимо цветочков купила вот такую следочку филе здесь вот не до этого покупал свеклу в ленте вот я ее отварила сейчас буду делать селедку под шубой картошечку еще тоже немножко отварила но немножко сделаю сколько сколько получится скажем так маленькую тарелочку крас на ночь поставлю пропитается завтра будет очень вкусно ну что девочки вот такая вот у меня получилась селедочка под шубой взяла вот такую тарелочку у меня кстати да видите форме рыбки попыталась выложить единственная забыла отварить яичко но я уже не буду у нас время 10 часов дети уже пошли спать я тоже очень устала сегодня поэтому хочу сейчас пойти в душ и тоже лягу спать и у меня еще осталось вот здесь вот селедка вообще если я делала это днем или с утра вот это бы я бы съела бы сейчас слюни у меня текут девочки вы все просто не представляете как вообще напишите если кто-нибудь из тех кто меня смотрит кто-то кто не любит рыбу вообще не понимать селедку я встречала своей жизни только одного такого человека это был коллега по работе но он был знаете есть такой термин ну как термин так говорят да иногда молочный пьяница он приходил каждое утро вот я помню с булочкой и с литром молока и он за утро ну там в течение рабочего дня до выпивал литра молока и вечером он тоже пил молоко то есть он очень любил молоко молочные продукты и он не понимал вот эту селедку для него это просто была вонь дикая и рыбу вообще не ел вообще ни в каком виде вот от своей жизни встретила только одного такого человека но мне кажется селедку любит очень многие я вот реально одного человека только встречала я любитель рыбы я люблю рыбу вообще в любом ее проявлении для меня вот просто вот так вот съесть селедку это просто что-то с чем-то почему я сейчас ее не съела потому что 10 часов если я ее съем я буду пить очень много воды я даже ночью проснусь и попью воды соответственно с утра встану жутко отекшая поэтому я сейчас этого не делаю но очень хочется вы не представляете насколько вот но моя селедочка сейчас постоит в холодильнике и завтра днем уже можно будет ее кушать с утра то не будем наверное такой салат есть но днем к вечеру как раз есть пропитается будет очень очень вкусно я стараюсь как можно меньше мазать майонеза я мажу только у меня слой картошки я режу ее кубиками на картошку выкладываю не ведь уже тут подруга моя спит тоже воображала у меня селедочки и не дала казала тоже обопьешься описаешься да вот в общем картошку на картошку я выкладываю лук дальше чуть-чуть смазываю майонезом вообще чуть-чуть девочки поверьте там ложка вот так вот просто возюкаю чтобы совсем было немножко дальше просто у меня свекла и майонез обмазываю сверху все стараюсь как можно меньше но все равно выглядит на самом деле много но по-другому не намажешь то есть ну как бы свекла конечно начинает сразу рыхлится так вот так что вот такой вот сделала салатик вот сейчас поставлю в холодильник а сама пойду в душ уже и кстати сейчас пойду в душ и не вот у меня кофемашина моей щас открыла тут и буду делать себе скрабирование кофейное просто обычный вот этот кофе видео у меня такой прессованный но из кофемашина достаю как бы спит и уже кофе жмых да это называется правильно я прямо вот этот контейнер до в котором насыпается обычно беру с собой ванна и делаю себе скрабирование если есть морская соль я добавляю но уже в отдельную площадку я добавляю морскую соль смешиваю с морской солью тогда получается очень классно но сейчас у меня соли нет поэтому я просто просто разотрусь вот этим кофе и не знаю классно у меня как этот канализация не засоряется от такого скрабирования но кожа при этом вообще нереально крутая нереально гладкая она даже немножко но такую как правильный цвет что ли приобретает очень классно это вот вообще вот это девочки это самый лучший для меня скраб который вообще существует особенности если вы худеете я вам очень советую я уже говорила неоднократно что если у вас нету кофемашины если вы не заваривать и кофе вообще не любите кофе допустим не пьете его до мне она девушка писала то вы просто как сказать купите продается вот 365 дней в ленте ваша не тоже есть я видела такой прямо дешевый дешевым молотый кофе вот самый дешевый до который есть и я раньше так дело когда не было кофемашины я брала вот покупала я уже тоже говорила самый дешевый кофе который у меня вообще который вообще находила в магазине просто заваривала его горячей водой но мне казалось что так будет лучше не за правильно это или нет и растирала все тело и кожа нереально гладкая а если вы поверх после того как выйдете из душа на влажную кожу нанесете еще какое-нибудь масло например кокосовое или масло шину любое какое у вас есть даже тоже оливковое масло оливковое кстати не очень люблю для тела то кожа на утро будет вообще нежная бархатистая прям очень советую так что девочки карантин мне вообще не нравится это слово каникулы скажем так это не повод для того чтобы только готовить и только есть но еще надо немножечко ухаживать за собой вот и уделять себе обязательно времени тем более сейчас времени у нас очень много сейчас пойду уже в душ и не на сегодня буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео нам было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан ставьте пальчики вверх мне это очень приятно пишите комментарии чем вы занимаетесь на канику всех люблю целую до новых встреч